Киржаков, Сантос, Вендал, Ерохин, Мостовой, Монтуан и Касьерра. Спортсмены, чьи фамилии ульяновские болельщики чаще привыкли слышать по телевизору, в конце февраля вышли на газон стадиона труд. Против них, действующих чемпионов, выстроилась обновленная за время зимней паузы «Волга». После стартового свистка гости, как и предсказывали эксперты, атаковали куда чаще ульяновцев. Уже в дебюте встречи был опасный момент у Андрея Мостового, но забить до перерыва петербуржцы смогли лишь однажды. Зелимхан Бакаев на 32-й минуте замкнул пас бразильцы Вендала. Для ребят очень большое значение, потому что они сегодня почувствовали, это даже видно по их лицам, по их настроению, вот даже после игры, что они почувствовали, что они даже на таком самом уровне могут спокойно играть и противостоять легко, вроде как нашим чемпионам. Во втором тайме «Волга» играла активнее. Сразу после перерыва со штрафного едва не сравнял счет Чингис Магомадов. А вскоре новобранец клуба Никита Кирсанов из ударной позиции пробил выше ворот. Наша команда выглядела очень даже подходяще, а некоторые моменты даже просто блестяще. Но те ошибки, которые, ну как вам сказать, проходят в ФНЛ, на таком уровне, сам, увы, не проходят. Вот мы за них и поплатились. Гости наказали «Волгу» за расточительность. Колумбиец Матео Косьерра на 79-й минуте во время розыгрыша углового оказался расторопнее всех и прокинул мяч в сетку ворот Андрея Климовича. Точку в матче в добавленное время поставил Иван Сергеев. 0-3. Действующий чемпион «Волжанам» оказался не по зубам. Но главное, что футбольный праздник в Ульяновске удался, а спортсмены получили свою порцию одобрения от преданных болельщиков. Ложкой дегтя в бочке футбольного праздника оказалась выходка одного из болельщиков, запустившего в концовке матча банан в полузащитника «Зенита» Венделла. Инцидент будет рассматриваться КДК. РПЛ же осудила поступок болельщика и надеется на самое строгое наказание для виновника и допустивших это правонарушение. «Волга», в свою очередь, пообещала, что виновник будет обязательно найден. Делом занимаются правоохранители. А если вернуться к футболу, то свой следующий матч, теперь уже в рамках чемпионата страны, «Волжане» проведут на выезде против Челнинского «КамАЗа». Редактор субтитров А.Семкин»